Иди их грызть. Ты узнала по поводу Ватхана? Да, да. Сегодня здесь армянская свадьба. Всё красиво и нарядно. Всем привет! У нас сегодня до сих пор мой недельник, ещё заехала в Пабликс и добрала кое-какие продукты. Сейчас вам это всё покажу, что я буду сейчас готовить. Вот такие куриные грудки. Они уже немножко разрезаны, не целые. Две пачки таких куриных грудок взяла. И вот такие вот ножки. Это будет для Кэтрин, это будет для меня. Два авокадо, сыр пармезан, перец цветной, яйца, спарагас, две апельсинки, ананас, вот такой вот чеснок уже нарезанный. И вот такой вот маринад для курочки. Что я хочу сегодня сделать? Рис у меня есть. Я сейчас хочу приготовить риса. Хочу приготовить, замариновать курочку вот в этом маринаде и приготовить её, а для Кэтрин запечь вот эти ножки в духовке в соевом соусе. Вот. Также хочу немножко приготовить вот этого в перчиках. Это будет как сверху у меня нарез ложится. Это я буду готовить на завтра. На сегодня я хочу скушать салму. Я покупала салму два дня назад, поэтому я хочу приготовить салму и запечь аспарагас в духовке с оливковым маслом и добавить немножко сыра пармезана. Будет очень-очень вкусно. В общем, завтра у меня будет примерно пять приёмов пищи. Завтрак и один перекус, я думаю. И раза два, ну три, может быть, я попробую кушать уже полный, полноценный мил. Это будет у меня курочка и рис. То есть одинаковое будет питание у меня. Рис обычный белый, не какой там серый, не бурый, не обычный белый рис. Но у меня будет его очень-очень мало, поэтому всё нормально. То есть примерно я буду кушать четыре ланца мяса. Не знаю сколько это, 100-150 грамм, наверное. 100 грамм, наверное, я думаю, мяса и буквально 50 грамм. Возможно, риса и то в два приёма. То есть утром я, наверное, съем это у меня будут яйца и овсянка. Дальше у меня будет перекус. Скорее всего, что у меня может быть апельсинка, может быть, йогурти. И потом будет у меня три приёма пищи одинаковых. Первый это будет вот этот рис с курочкой, с овощами. Потом ещё раз рис с курочкой. И потом после тренировки я скушаю также, скорее всего, рыбу. Не курочку, а рыбу, потому что мне там два кусочка. И с какими-то овощами. То есть у меня будет два таких приёма с рисом. И последний, ну, где-то раз, два, три, четыре, пять приёмов пищи. В общем, я это всё буду вам показывать, так что, возможно, я что-то поменяю. Сегодня я хочу одно, завтра я могу захотеть другое, вы это уже знаете. И утром я начинаю пить свои витаминки, я вам покажу всё, что я буду захотеть. Такие заготовочки я уже сделала. Нарезала перчик. Я хочу это сейчас всё запечь в духовке. Свои аспарагус. Добавила немножко оливкового масла. И вот этот свой чесночок. Немножко перца. И вот сюда вот с вами поврежет. Сыр. Буду варить рис. И вот как я замариновала. Здесь у меня слоевый соус этот. Для этого я буду делать слою. Вот таким образом я замариновала. Вот эти штучки. И всё. Сейчас я это забрасываю в духовке. Готовлю это. Это пускай помаринуются. Где-то полчасика, может быть, часик. Это полчасика. И потом это тоже я буду всё готовить. И плюс нужно делать ещё рыбку себе. Вот такая у меня красочная картина здесь. Всем доброе утро. У нас сегодня вторник. 5.55 утра. Я опять не выспалась совершенно. Это видно по моему взгляду. Проснулась не пораньше, потому что я принимала душ. Так как вчера я была настолько уставшая, что где-то около десяти мне уже начиналось засыпать. И до этого времени я все делала работать. И работала. Либо мы делали уроки с кэтами. В общем, так я и не смогла отходить в душ вчера. Сейчас я встала. И сейчас буду пить свои витамины. Вчера всё, что я готовила... Представляете, я забыла поесть вчера. И потом... Настолько заработалась. И потом было то я... Ну, чувствовала, что мне захотелось кушать. И я съела немножко сериал. Завтра хлопья завтра на завтра. И всё. В общем, что я сейчас буду пить. Первый день я сегодня начинаю принимать свои таблеточки. Сейчас я буду выпить... Выпью мультивитамины. Рыбьи. Ширы, как это называется-то. Гринти. И... Выпью, наверное, вот эту глюкозу. Которая контролирует сахар. У меня хочется сильно сладкого. То есть это четыре таких препарата, которые я пью. Буду пить поутрасу. В эти что-нибудь. И вчера... Я хочу делать снова очищающий вот этот клинцинг. Но я почему-то переживаю. Потому что... Когда вы начинаете делать этот клинцинг. На вас находят... В общем, на следующий день. У меня на следующий день учёба. И... Не знаю. Я ещё не думаю пока об этом. Когда мне начать. Сегодня или завтра. Потому что четверг у меня не будет. Учеба у меня будет возможность... В туалет ходить, в общем. Вот такие вот дела. Сейчас буду готовить завтрак. Себе я... Не голодная совершенно. Я не знаю почему. Поэтому я сейчас себе сделаю... Выпей кофе. Или даже кофе не хочу. В общем, я сейчас сама себе сделаю просто овсянки. С каким-нибудь фруктом, наверное. Кэтрин попросила меня, чтобы я сделала яйца приготовила. И тост. Вот такие вот дела. Сейчас буду это всё готовить. Снова возвращаюсь к воде с лимоном. Вчера нарезала лимон. Подготовила. Сейчас выпью стаканчик. Водички с лимончиком. И потом свои витаминки. И завтракать. Завтрак чемпиона, как говорится, и готов. Съем овсянки. Но я целую не съем. Я съем только половину. Я просто заливаю кипятком и всё. Мне не нравится добавлять, знаете, всякие там орешки и сахар. Ещё что-то. Мне это никак не нравится. Мне почему-то нравится овсянка. Либо так, либо немножко солёная. Она мне больше нравится. Ну и вот немножко клубнички. Это нам с Катерина двоих. Сейчас я покушаю и позавтракаю. Потом приготовлю завтрак и пойду её будить. Она у неё будет кушать яйца. Тост и тоже немножко клубнички. Такие вот дела. И пью воду. Воду пью. Выпила все свои таблетки. Ну и таблетки. Витамины. Всё. Начинаем день. Кстати, девочки-мальчики. Наконец-то заказала себе на стекло эту липучку. Футляр на телефон. Так что телефон у меня скоро будет снова подключаться к моему стеклу и снимать для вас наши красивые пейзажи. Какие его дела. Время 8 утра. Я нахожусь у себя в университете. Знаете почему? Потому что мне сейчас нужно поехать в одно место. И потом покажу какое. И я решила заехать взять себе чашечку кофе здесь. Потому что сейчас я понимаю, что кофе мне просто необходим. И сейчас представляете, что они сделали? Если раньше кофе можно было просто заходишь, берешь кружку и наливаешь себе, то сейчас кружки тебе выдают, стаканчики. Только со своим студенческим билетом, скажем так. То есть видимо кто-то совершенно лево. Они все время приходили и разбирали кружки, забирали кофе, выпивали кофе. Вот поэтому сейчас все строго. Сейчас я со своим билетиком подойду к девушке, которая там сидит, покажу его. Она мне даст кружку и потом я возьму себе кофе. Вот такие вот дела. В общем, я же спросила, почему кружки-то выдают сейчас. И она сказала, я спросила, сколько можно вообще чаю в кружку в день кофе пить. Она сказала, в день можно только одну кружку брать. Я не знаю. В общем, либо пытаются их сэкономить на кофе, либо на кружках. Наверное, на кружке много расходов, я так понимаю. Ну, в принципе, одну кружку взял, потом ты можешь прийти же еще раз налить. Так что, скорее всего, что они пытаются сэкономить на кружках. В общем, я сейчас поехала в полицейский участок. В основной офис, который находится на Брауэр-бульваре Форт Ладдердейл. Для... Чтобы взять рекорд... Рекорд, это называется для... Иммигрейшн. В общем, я была там в 2016 году. В общем, показать вот такую бумажку, где написано, что вы чистый, скажем так. Что у вас не было за последнее время там всяких разных арестов там или еще чего-нибудь. Вот. У меня была в 2016, когда я ездила на интервью. Когда вторая карточка у меня на интервью было. И сейчас я снова еду, чтобы взять новый, что у меня за последние два года было все чисто. Вот. Ну, просто мне адвокат сказала, что она рекомендует, чтобы сразу, знаете, взять все всякие бумажки необходимые. Чтобы потом они тебе не сказали, так, а где у вас эта бумажечка? А принесите ко мне это и то, и третье. У них все в данных, это все есть. Все в базе есть. Они видят все ваши... всю вашу информацию. Но все равно они могут докопаться даже вот такая бумажка. Почему ты не взяла, не сходила в полицейский департмент мне вот такую вот бумажечку, что у тебя не было там никаких там арестов и все такое. В общем, поэтому я сейчас еду в полицейский департмент, покажу вам с улицы, как он выглядит. Но внутри там снимать нельзя, навряд ли. Я там и не буду снимать. Там противно так вообще. Люди противные такие. Хотя нет, в прошлый раз и была там вежливые люди, такие бы я удивилась даже. В общем, мне нужно туда зайти, заплатить там сколько-то центов, чтобы мне дали вот эту копию вот этого бумажки, это и все, и уйти. Вот. Поэтому сейчас мы с вами едем на Форт Лаудердейл, чтобы взять эту бумажку. остановилась заправить туда и оставилась вот здесь машину, потому что это здание находится через дорогу, а там туда попасть мне нужно очень долго обижаться, поэтому я оставила здесь машину и сейчас просто переведу в район заехала. Здесь вообще сначала был такой красивый, красивый район, я там ехала по дворикам. Сейчас заехала, здесь все черным-черно. Зато дешевый газ. Одни долбанутые здесь какие-то ездят. Здесь переходишь, чувак поворачивает, он должен останавливаться и тебя пропускать, да? Он едет, он даже и не видит, что кто-то переходит дорогу. Жесть просто вообще. Просто когда сюда? В 2016 году приезжала, я пыталась сюда заехать. С этой стороны там у них департмент этих фаерфайтеров, пожарники туда нельзя было заехать. С той стороны там нужно где-то непонятно заезжать, там все парковка занята. Поэтому я остановилась на ВАВИ, которая не была здесь два года назад. Паблик Старфити Камплекс. Здесь у них мошенники, красивые. У нас здесь с утра пробочки в этом райончике, пытаюсь выехать отсюда. Не знаю, как-то долго меня займет до дома доехать. Видите, куда я заехала? Время 9 часов утра, пробок не было, так что я добралась быстренько. Помните, мы сюда как-то приезжали, с вами на скейт, когда мы здесь. Блинский серый бафет. Даня Печгриль. Какая вот здесь красота. Там мужик какой-то, видите, в тенечке отдыхает. Такая вот у нас здесь красота. Время 9 утра, уже на улице невозможная жара, у меня в свитере, у меня утром, вы знаете, всегда морозит, меня оттевают всегда, чё, твою кофту какую-то, вот, но сейчас я понимаю, что мне жарко, окей, выезжаем отсюда быстрее и быстрее, потому что за параковку я здесь не платила, а зачем мне платить за параковку, если я приехала сюда только на одну минуту, показать вам нашу красоту, сидим домой, алло, алло, фу, вон я тебя покупала, она так пахнет, прям вообще напоминает мёд, как раз таки сейчас это время года, этот запах, что у нас сейчас, синема, яблоки, тыквы, всё так. Навтра мы скеттерим после школы и едем на ферму покупать тыкву, ну, хочет, ну, хочет ребёнок, почему бы и нет. Не знаю, у меня в голове, почему тыквы, значит, нужно в доме обязательно покупать, чтобы на улице выставлять, но у нас квартира и неважно, покупаем завтра тыкву. В общем, после школы мы завтра едем за тыквой, а после мы хотим заехать в магазин костюмов, Кэтрин должна себе выбрать костюм на хэллоуин. Она пойдёт с подружкой трикотрит, трикотриты делать, а здесь и стиркой занялась, и полы везде перемыла, в общем, потихоньку прибирает, сейчас буду кушать, и дальше у меня будет 2 часа, где-то свободного времени, чтобы немножко поработать. Я снова в пути, уже еду забирать Кэтрин из школы, только что пару часиков я поработала, сегодня открыла новый магазин себе на зиму. С какой-то идеей такой, ну, она как бы получается сезонный магазин, она сезон на зиму, как раз ноябрь, декабрь, январь, я думаю, февраль, в принципе, тоже. Посмотрим, что из этого выйдет у меня. То есть у меня есть основной магазин, который её продаёт уже, думаю, в общем, у него есть продажи, каждый день продажи, пока нет такой, чтобы они какие-то там стабильные, что я знаю точно, что он продаёт там по столько-на-столько-то каждый день, но продажи есть каждый день, это 100%. То есть у меня есть основной магазин, потом сейчас я сегодня, вот я сказала, открыла магазин себе на сезон, на зимний. И также у меня есть ещё третий магазин, который открыт у меня на, скажем так, на праздники, грядущие праздники. И есть четвёртый магазин, который просто так пока стоит, я над ним пока не работаю, потому что у меня никак не доходят руки. Это только вот четыре, скажем, четыре магазина. То есть основной есть один, а остальные это временные, скажем так. Плюс ещё мне нужно столько домашнего, домашней работы делать, я даже не знаю, когда найти на это время. Поэтому следующий семестр у меня со школы будет немножко, скажем так, я попытаюсь взять себе классы, чтобы брать либо их онлайн, либо чтобы они были короткие. То есть я хочу больше времени уделить как раз таки вот этому бизнесу, потому что я вижу очень-очень хороший потенциал в нём. И мне нужно больше времени посвятить этому бизнесу. Сейчас у нас весь ноябрь, концерты всякие в ресторане будут, то есть я по три-четыре, может быть, даже иногда по пять дней буду и в ресторане ещё буду. Так что сейчас грядёт, скажем так, сезон такой, busy-busy-season называется. И плюс к этому я сейчас изучаю курс, я ещё один беру курс по похожему бизнесу, но похожему, но немножко другое. И там я тоже хочу что-то сделать. И ко всему к этому я до сих пор, мы вместе работаем с человеком. До сих пор, то есть я выполняю кое-какую работу по другим сайтам. В общем, дело на самом-то деле выше крыши. Ну, несмотря на это, мы найдём время и завтра после школы поедем за тыквами и за костюмами на Хэллоуин. Вот такие вот дела. И очень сильно хочу постараться, чтобы создать себе выходной по воскресеньям. Чтобы вот просто посвятить его, знаете, каким-то не работе, а вот каким-то таким делам, чтобы просто отдохнуть и расслабиться. Это даже просто квартиру почистить. Потому что сегодня я быстренько-быстренько помыла полы везде, прибрала немножечко, постирала всё. Но, конечно же, мне не хватило времени для того, чтобы вообще полностью. Мне бы хотелось полностью уделить такой с ним еди и сделать какую-то, знаете, как генеральную уборку вообще, чтобы выбросить там опять ненужное, ещё что-то, ещё что-то такое. Так что работаем, работаем и попытаемся создать себе такое более удобное расписание, скажем так. Вот такие вот, надо сказать, конечно же, у меня мои фитнес-челленки до сих пор продолжаются. У нас с следующего понедельника начинается новый сезон. И сегодня у нас будет проводить тренировку, которые, короче, на это тоже уходит с достаточным количеством времени. Особенно если я сейчас хочу создать какой-то новый материал, новые тренировки, ещё что-то, это ещё должно быть, на этот тоже идти в рейк. Таким делом.